Сфера ЖКХ на общественном контроле. Интересы собственников жилья теперь отстаивают не только правоохранительные органы. За дело берутся специализированные организации. После реформирования жилищного кодекса подобным компаниям дан зеленый свет. Общество по защите прав потребителей коммунальных услуг недавно появилось и в Чебоксарах. С первых дней работы специалистов засыпали жалобами. С какими проблемами приходится сталкиваться и насколько эффективно их удается решать, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Квартира пенсионерки Анастасии Спиридоновой каждый год страдает от обильных осадков. После дождей в комнатах настоящий потоп. Проблема известна многим жильцам. В стенах дома образовались трещины. Когда управляющую компанию завалили жалобами, ремонт был проведен. Но компенсировать ущерб коммунальщики не торопятся. Взыскать деньги Анастасии Николаевне помогают общественники. Недавно они обратились в суд. Суд решил оплатить все расходы, компенсацию дать и сделать швы и капитальный ремонт в квартире. Эта организация помогла обратиться в суд? Да. Эта организация от моего лица сделала судебное решение. На сегодняшний день у нас еще пока это определение не исполнено. То есть это дело у нас закончилось мировым соглашением. Но добиться такого решения сложно, отмечают в обществе по защите прав потребителей коммунальных услуг. Зачастую суды встают на сторону управляющих компаний. Собственники жилья, процессы проигрывают. Услуги квалифицированных юристов сейчас стоят дорого. В общественной организации людям помогают бесплатно. Но их поддержка далеко не безгранична. В штате всего пять специалистов. И они увязли в работе. В нынешний период у нас в работе порядка сорока исков. Из них они все затянуты. Причина в основном то, что больше всего почему-то наши судьи поддерживают управляющие компании, а не собственников, которые имеют полный пакет документов и с причиненными ущербами. Это все затягивается. Тут различные много случаев бывает. Собственники жилья обладают широкими правами, но многие об этом не догадываются. Управляющие компании обязаны реагировать на все жалобы оперативно. Но зачастую коммунальщики наводят порядок в доме только по решению суда. В обществе защиты прав потребителей эту тенденцию пытаются переломить. Первые вопросы были те, которые в феврале были по перерасчетам. В основном здесь заявления приходили по 20-30 человек в день. Принимали здесь юристов. Мы направляли в управляющие компании города с просьбой о том, чтобы нам ответили на эти письма. В Чебоксарах права потребителей в сфере ЖКХ отстаивают две общественные организации. Столичные власти в подобных компаниях заинтересованы. По сути, именно они становятся посредниками и миротворцами в непростых жилищных отношениях. Именно через общественные данные объединения у нас как раз и проводить данную работу в первую очередь, это, конечно же, жилищное просвещение наших граждан. Это значит обсуждение тех изменений, которые происходят в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и защита прав потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг. Последнее время на сторону общественников встает прокуратура и жилищная инспекция. В судах удается решать самые сложные случаи. Но дело у специалистов, организации всегда будет не в проворот. В сфере ЖКХ проблемных вопросов много и желающих нажиться на средствах жильцов меньше не становится. Обращаться в общественную организацию люди стали чаще и уже сейчас назрела необходимость в открытии районных филиалов. Они появятся там, где проблемы в сфере ЖКХ не решаются годами и множатся как снежный ком. Первые филиалы откроются в Канаше и Шумерле. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.